так народ короче иду с почты забрала 4 посылки народ ходит гуляет погода прекрасная вот милиция ходит но слава богу мимо вот тащу еще огромную сумку вон с продуктами вот и короче это чего хочу сказать в общем машина чё хочу сказать я пошла на почту мне пришла посылка посылки и я высчитывала там расстояние вот через этот как его называют два гис вот и расстояние получилось полтора километра но я думаю все нормально прошла я заодно четыре посылки получила и зашла за продуктами вот так вот народу много ходит вот так что я пошла дальше так вот чё хотела рассказать то в общем вся взмыленная потому что жарко на улице я тут оделась ой господи тут лежачий полицейский вот и это хожу дворами такие дела так короче народ а не мне вон туда идти надо ой тяжеленную сумку тащу овощку с продуктами сейчас принесу покажу а по дворам какой смысл показывать в общем это чё хочу сказать милиция ходит но пока мимо проходили никого не трогают вот все нормально о поставлю сумку накупила все вот так что это автобусы ездят народ ходит сейчас встретила это встретила моей мамы вместе работали они подружка и и врач вот ей 85 она спокойно ходит гуляет вот а я сказала нет пока дома посиди так что поскольку о пойду так по ее через мостик железный у нас травка вон уже сейчас покажу он трава уже пробивается так как же мне выйти эту дворами вихляю вихляю наверно вот здесь и выйду я он через гаражи по дворам по дворам тяжело нести тяжелую сумку и кстати да я вот этой бабушки подружки маминой подарила одну банку которую купила сейчас смотрю магазине цены перебивают и там короче уже дорожает все вот эти вот знаете всякие закрутки соленья 8 новые партии приходят но они уже дороже так девочки я вчера короче сбегала и в магазин и на почту в общем и еще сейчас расскажу короче стою на почте на улице да туда там запускали по моему по два по три человека что ли не помню и короче смотрю оттуда выходит моей мамы подружка но я уже рассказывала да что это вот и это я так намордник снимаю и она без намордника я уже 80 лет я уже не надо намордник шучу конечно ну просто это была без ничего она вот и это самое в общем она ой а это кто ну не узнала меня да я мать значит маму назвала она говорит ой да это ты а мы же я же с детства их всех знала потому что потому что как бы и к нам домой приходили и в больнице там я у мамы там было да ну бывало и на всякие демонстрации ходили помните в советское время до 1 мая там 7 ноября там короче и по фотографиям тоже я запоминала вот но и созванивались они часто да поэтому я в общем это запомнила вот и это самое короче говоря в общем она так поздоровалась разговорились короче говоря и я и подарила баночку из этих вот баночек что я накупила вот кое-как дотащила эту сумку вот и так говорит слушай ты говорит без намордника говорит гораздо симпатичнее да хочу делать у меня черная маска такая я купила в этих в аптеке я купила две маски вот и такая сшитая маска просто ну и бывает и платком тоже раз намоталась и пошла вот ну и а я стояла на улице да я как-то вот так ее приспустила но какой смысл в маске на улице быть да вот и это самое в общем разговорились разговорились она шустренькая представляете бабушка уже ну 80 или за 80 я не знаю если наши 85 она примерно примерно они ровесницы вот там у меня хлеб что-то лежит там на полна на этом на балконе и она еще работает оказывается подрабатывает также в этом своем же диспансере и у нее еще на пальцах маникюр и у нее гель представляете с блестками я бабе пришла рассказала она говорит да молодец говорит говорит она еще работает представляете себе вот в общем такой интересный случай был еще темного цвета такой у нее прям там расцветка и сверху блестки так что она еще знаете бабуля еще та вот не наша моя она никогда не любила вот эти вот лаки вообще у нее там два три лака всю жизнь стояли не знаю для чего она их хранила но она вообще их вот не красила вообще практически я помню как я в детстве решила учиться красить ногти накрасила что-то там и но что-то так родители сказали но сильно не ругали нет вот но в итоге я тоже как бы больше люблю такие прозрачные лайки если я как бы возьму то прозрачный могу с каким-нибудь просто блеском да но такие яркие я как бы не очень так они у меня есть но тоже лежат невостребованные вот короче покажу сейчас что я купила так вот смотрите зашла в магазин это я когда уже второй раз ходила вот уже после обеда взяла капусту попалась тут так вот смотрела вот вот такие вот салатики да они дешевле вот 21 до 21 года годный и их там было вообще мало я смотрю уже вот которые вот видите 300 тенге какой-то тут щи со свежей капусты думаю а чё я не возьму все равно цены все поднимаются теперь это 340 вот салат осенний вот такое вот взяла баба у нас тоже берет иногда ходит магазин берет вот это лечо вот смотрите уже 505 вот и вообще мне продавец это сказала там кассир говорит как новая партия приходит так все время цены поднимают вот так что я взяла подешевле уже вот 400 видео тот 500 ну тут за еще тут крышка завинчивающийся и банка чуть-чуть побольше вот ну в общем мы вот такие вот дорогу вот эти вот кабачковую икру бывает беру вот иногда это и вот одну такую баночку как у какую-то из этих баночек в общем я там разных было я уже не помню я просто взяла и подарила вот взяла вот спаржу вот спаржу думаю чет я всего-всего набираю а спаржи нет взяла спаржу набрала еще это всем на подарки короче говоря дегтярное мыло и хозяйственное взяла золотую семечку но дегтярное мыло я уже показывала и хозяйственное видео что я себе набрала и взяла там по ходу белизну правда белизну вот эту я уже взяла вторую бутылку думаю хай стоит и она вот дешевле то было вот предыдущая предыдущих видео было в два раза дешевле чем вот это ну там и бутылка другая короче ладно две бутылки есть и хватит и взяла мы же много ждем свечек вот там были вот такие вот пачках а пачек было там всего несколько я их сразу не разглядела и сначала набрала вот эти вот поштучно а потом смотрю пачка лежит будет да я пачку возьму вот эти вот самые длинные взяла они дешевые они самые простые вот которые текут которые плавят ну как бы из которых можно взять потом парафин собрать этот парафин можно и в медицинских целях использовать и снова какую свечку сделать в общем набрала вот так вот вот так что из продуктов вот смотрите да вот я несла вот я в той сумке несла вот этого вот это да вот это мыло пакет я отдельно несла вот эту спаржу и вот эти банки до еще одну банку и сумка была неподъемная просто а потом я еще пошла и а нет я же я же мыла потом вот вместе с капустой, вот я за капустой пошла и мыло ещё взяла, вот, так что мою сейчас всё хозяйственным мылом, вот, и даже, знаете, я что решила, вот, есть же хозяйственное мыло, которое жидкое, которое вот в бутылочках, да, ну и меня, меня всегда коробит то, что бутылки мы эти выбрасываем, да, и я вчера подумала, почему бы не взять вот так вот, не настрогать на тёрке, просто мыло настрогать и, допустим, в ту же бутылочку и водой залить и там мыть потом, например, вот, как-то я так подумала, правда, оно там такое, ну, как гелеобразное, да, что ли, как, ну, густое, ну, посмотрим, как получится, вот, вот эти вот два кусочка брала, ой, четыре кусочка брала, два уже подарила, два ещё на подарки, вот, вот так вот, ну, и всё, в принципе, из продуктов, потому что мне особо ничего и не надо было вчера.